в частности вот мы говорим про что вот анархисты как-то представляют общество что анархисты предлагают какую-то определенную программу но на самом деле сегодня мы увидим что анархисты не предлагают какой-то единой программы потому что существует очень много разных анархистов мы потом выскажемся в принципе с вами хорошо это или плохо порог это или богатство анархической идеи вот и мы постараемся сделать это как и было запрошено на прошлый раз оставить чуть-чуть такого интерактива чтобы вы немножко пообщались между собой поделились тем что вы уже знаете например про направление анархистов анархизм в анархизме и что-то конечно же расскажем от себя вот и начнем мы тогда с такого вопроса почему вообще эти направления появляются да почему зачем столько разных течений вот и если так на вскидку на него отвечать то это скорее касается того какие подходы выбирают разные анархисты для того чтобы рассматривать как они относятся к действительности как в своей борьбе к будущему к настоящему и так далее то есть например каким образом анархисты видят революцию видит ли это скорее как какое-то массовое одноразовое событие когда резко народ понимает что ему хватит он свергает все существующие институты устанавливает каким-то образом тоже не часто описано каким образом народ будет устанавливать эти институты кто конкретно это будет делать и так далее либо это видится как постепенное движение например к какому-то какой-то революционной ситуации когда например люди уже настолько что-то про себя поняли поняли про эту действительность поняли например про государство про капитализм и поняли что они больше не хотят в этом участвовать и поняли что их достаточно критическая масса для того чтобы уже что-то сделать новое например параллельно все это время они уже практиковались каких-то экспериментов да то есть у них уже были формы организации на анархистских основанные на анархистских принципах которые уже работают и когда например происходит вот эта ситуация революционная очень легко их скопипастить да то есть их легко предложить как уже работающую альтернативу они придумывать что-то с нуля да то есть либо это просто какой-то бесконечный бунт против всего да то есть что революция не заканчивается никогда для некоторых направлений потому что всегда общество видится как как что-то что угнетает личность это также еще и отношение к тому каким образом разные направления видят будущее даже как они представляют общество будущего то ли это какая какой-то федерация коммун то ли это просто люди которые на договорных основах взаимодействуют друг с другом то ли это просто некоторые видят это вообще возвращение в леса да если мы говорим про анархопримитивизм и прочее то есть это очень разное видение того что должно быть в итоге да и как бы к чему люди стремятся анархистские направления также возникают из-за того как люди видят что сейчас нужно делать для того чтобы чего-то достичь да кто-то говорит хочу пропагандировать хочу не знаю делать школа анархизма кто-то говорит нет хочу зажигать банки или хочу убивать конкретных там людей которые нами правят не знаю мстить тех тем людям которые нас наиболее сильно эксплуатируют и так далее то есть очень разнообразный спектр того чем вообще можно заниматься и скажем так кто какой спектр кто какой метод выбирает это тоже очень сильно может людей разделять да кто считает какие методы достойными не знаю достижения цели и то что я здесь назвала анализом власти то есть это кто вообще приоритетный враг да то есть мы знаем что окей анархисты говорят про государство и капитализм но кто какие еще например проявление власти да если мы будем говорить про анархофеминизм сюда подмешивается патриархат да то есть не только мы говорим про власть как власть государственная над всеми остальными мы говорим еще и про другие типы власти и чем дальше идет анархизм своем анализе власти вообще и как она проявляется или при и воспроизводится в разных сообществах да и как бы даже в анархистских обществах тем больше анархисты находят вот эти вот изъяны и скажем так находят новые иерархии и некоторые анархисты считают своей целью например бороться против каких-то определенных иерархий или считают это приоритетом то есть кто-то говорит а зачем нам устранять государство если через 20 ну не то что зачем зачем нам бороться сейчас против конкретного режима если через 20 50 лет планета не станет в том виде который мы существуют ну который мы ее привыкли понимать да давайте бороться сначала с эко капитализмом да то есть и вот это очень разные подходы очень разные куча разной теории написано и вот собственно поэтому мы видим столько направлений мы потом поговорим на самом деле часть из этих направлений которые мы будем говорить они существуют достаточно только в теории либо это какие-то старые мысли до идеи которые были написаны ну чуть ли не 200 лет назад и они просто отмерли либо во что-то переродились либо это очень новое что-то как пост анархизм например которая в принципе существует только в академических кругах на данный момент да как она будет дальше мы не знаем но при этом нужно понимать что все что мы будем здесь называть не обязательно существует вот в таком виде который мы его описываем скорее всего это какая-то смесь об этом тоже чуть позже поговорим перейдем к анархоиндивидуализму начнем с него чуть чуть больше я про него расскажу чем было написано в листочках и это уже был что-то уже было сказано да то есть это безвластное общество без иерархии принуждения идеологи теоретики этого направления они в принципе говорили о том что любое общество то есть не только государство но и любое общество она репрессивно да то есть у и у государства которого есть какие-то напрямую собственные интересы для того чтобы порабощать эксплуатировать угнетать человека да для того чтобы он был ему покорен всегда так и у общества есть вот эти вот нормы морали до которая часто в принципе и навязаны государством или навязаны вот штирнир в частности это считается там отцом до основателем как будто бы на индивидуализма хотя он не назвал себя анархистом и в принципе это скорее так кто-то прочитал и потом ну поняли что он скорее анархист да там чем потому что он очень много посвятил критике государства в своем труде он называется единственный его собственность собственность вот и он да он был не против частной собственности скорее ну наоборот за потому что он говорил о том что личность всегда подавляется и человек должен стать интересен самому себе и только тогда он начнет существовать то есть когда когда он будет удаляться из всех оков которые ему навязаны и жить только по своим правилам по своим суждениям по своим нормам справедливости и так далее только тогда он начнет он его можно считать истинно свободным да и чем больше таких людей будет собственно освобождаться скажем так да тем больше этих людей будет возможность выходить из этого общества формировать свои вот эти да как тут написано до союзы эгоистов добровольные и при этом вот почему они отрицали революцию как массовое восстание это в частности потому что они не говорили о том что в какой-то момент все резко станут свободными да они говорили что вот я сейчас в этот момент да у меня происходит само освобождение я раскрепощаюсь и я уже могу своей жизни какие-то изменения приводить я могу искать таких же похожих на меня индивиду в которые тоже хотят освободиться от всех вот этих оков да которая на которые от каких-то принуждений и так далее и организовываться с этими людьми делать что-то что мне хочется но очень интересное отличие до что когда даже не говорили что союз какой-то будет то есть штирнир не отрицал общество что ну понятно что люди останутся на планете да то есть нельзя будет просто уйти в какой-то буддийский ретрит где ты не видишь людей и жить там самому да здесь скорее так что люди виделись то есть штирнир видел освобожденного человека как человека который настолько самодостаточен что ему другие люди да могут быть нужны как нужны например писатель у читателей да то есть он не может писать если у него нет читателя или он не может не знаю если я делаю там школу анархизма мне нужны какие-то люди которые придут поучаствовать да и то есть для меня это такой вот вы сюда пришли добровольно я добровольно рассказываю и вот у нас такой может быть очень временный союз да на какой-то теме вот и при этом каждый из нас здесь не потому что мы хотим друг другу помочь а потому что он нам это из личной выгоды интересно и то есть когда мы объединяемся в какой-то союз какой-то типа общественный контракт мы это делаем не потому что мы альтруисты и хотим просто все вместе что-то производить чтобы всем было хорошо а я прихожу например на фабрику что-то производить чтобы мне было хорошо и до тех пор пока мне это хорошо я буду там в этом как бы договоре как только мне это будет не нравится я почувствую себя угнетенным там или я увижу какую-то иерархию в этом я выйду из этого да и на самом деле то есть когда читаешь я штернер не читала в оригинале ну то есть я скорее только собрала его какие-то высказывания да или там отзывы от него о нем но при этом вот ты читаешь и с одним ты со очень сильно согласен а с другим ты резко про ну то есть другое выглядит как какой-то фашизм да вот и то есть это очень интересный такой баланс да как и штернер на самом деле вчера слушала лекцию рябова про него и как бы как он написал эту книгу в там в 1844 году то есть реально супер давно и он жил германии и как бы я когда эту книжку прочитала там правительство его сначала хотели там что-то типа повесить а потом подумали но он типа слишком crazy то есть скорее всего эта книга просто безумного человека которого просто нужно оставить в покое потому что на тот момент это выглядело еще хуже чем сейчас ну то есть потому что он настолько радикально критиковал все и всех что они просто подумали окей пусть ну то есть эта книга которую никто не купит и никто не поймет и в принципе достаточно долгое время ну штернер при жизни он не был его не воспевали то есть скорее это было что то что потом обнаружили увидели в этом какие-то зачатки анархической мысли они в ней действительно есть да то что типа в анархизме потому что он еще очень много посетил он жил там одновременно примерно с марксом и в частности коммунизм да он критиковал да за то что вы нам предлагаете вот это общество которое будет коммунистическим воспеваете его а я как бы предвкушаю что в какой-то момент это общество станет настолько всеобъемлющим если раньше мной владел один человек да из кота из гнета которого я могу уйти то вы мне предлагаете что-то где мной будет владеть все где я не смогу вообще как бы шага ступить потому что будет в давление кого-то коллектива вот и я хотела если это назвать если вместо анарха поставить слово капитализм то это будет точно такое же описание разве нет это тоже люди между собой взаимодействуют целях выгоды и непонятно в чем вот разница здесь очень много индивидуализма но я не понимаю анархизма освобождение личности ни одна идеология не говорит об освобождении личности ну то есть до либерализм что-то говорит об этом но анархизм почему отличается от коммунизма тем что мы говорим что должен быть баланс коллектив не должен давить на иная личность и это есть в социальном анархизме тоже но при этом личность всегда тянется коллективу и только через коллектив она может освободиться как например говорит социал анархизм до стирнер не говорит что через Он говорит, что через общество я могу только умереть, быть угнетенным и умереть как личность. Я могу жить, но я не буду собой. И в этом здесь очень много анархизма. Да, здесь есть вот этот капитализм, скорее даже буржуазность где-то, потому что он не говорит про больших капиталистов. Он говорит, мы как мелкие собственники, керемесленники и так далее. Мы вот что-то такое будем делать, взаимодействовать, передавать друг другу какие-то плоды труда и прочего. Но мы сами будем решать, за сколько мы их хотим продать. И, ну, скажем так, чтобы наш труд ценился. И он тоже очень много критикует капитализм в том плане, что нас лишают, нам не дают самим решать, с кем мы хотим торговать, что мы хотим производить. То есть здесь есть тоже какая-то вот вибертарная нотка в этом. Но понятно, что он, ну, скажем так, нужно понимать, какое это было время тоже, что все-таки мысль, она постепенно развивается, да, и, например, там, 200 лет назад мало кто говорил об экологии, например, да, из анархистов вообще. То есть сейчас, как бы, экоанархизм очень сильно развивается и очень сильно там теоретически как-то подковывается. И мы должны понимать, что, ну, мы читаем человека, который жил когда-то в свое время в каком-то маленьком немецком городе, и он видел там как-то реальность по-своему. Штирнер затрагивал тему эксплуатации вот этим союзом свободных эгоистов, других, не принадлежащих к этому союзу. Смотри, я, ну, как я сказала, я не читала Штирнера, но из того, из каких-то, как сказать, лозунгов, слоганов, да, которые я читала от него, он говорил о том, что вот ты назвал, да, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, это первое, да, что у человека нет никаких прав, которые, вот, например, сейчас говорит, есть права человека, никто здесь не имеет права, там, быть, не знаю, угнетенным тут, чтобы я кого-то избила и так далее. Штирнер говорит, если я захочу тебя избить, я тебя могу избить, и у тебя будет право быть неизбитым, если ты будешь мне противостоять. Не потому, что кто-то скажет, что ты свое право быть неизбитым должен заслужить и отстоять. И так работает всегда, да, в обществе, что мы можем сколько угодно сотрясать воздух о наличии прав, но право конкретное, фактическое, ты можешь только получить, когда ты это делаешь. То есть, если ты говоришь, что я, у меня есть право не быть эксплуатированным, ты должен не эксплуатироваться, да, ты должен восставать против этого каждый день, не знаю, там, бунтовать и прочее, только тогда ты имеешь на это право. Вот, и очень интересно, что, вот он говорил, да, нет иной свободы, кроме завоеванной самим индивидом. Дарованная свобода, суть не свобода, а краденный товар. Нет иного судьи, кроме меня самого, способного решить, прав я или нет. Ты имеешь право быть тем, кем ты способен быть. Да, то есть, если ты можешь сколько угодно говорить, что я достоин большего. Нет, ты не достоин большего, ты достоин большего, только когда ты это большее достигнешь. Да, и тогда ты скажешь, это мое. Вот, и у него очень много об этом, и на самом деле это очень интересный подход, то есть, когда читаешь, это кажется достаточно жестко, но, как бы, фактически он называет реальность, да, что он тоже говорит, что у порабощенного народа нет никакого права быть освобожденным. Его право быть освобожденным будет тогда, когда он освободится. И это очень интересно, ну, то есть, как бы, можем долго говорить, что это не так, и было бы клёво, что, ну, это же плохо всё и несправедливо, но справедливость торжествует, когда конкретные люди что-то с этим делают, да, и доказывают, что нет, ты с нами так не будешь обращаться. Вот, и вот, как бы, мне кажется, что он из-за своего радикализма, да, конечно, ну, как сказать, послужил вот таким каким-то безумцем, да, наверное. Вот, что ещё интересно из того, что он говорил, это то, что, вот, он говорил, например, про государство, что оно всегда занято тем, чтобы ограничивать, обуздывать, связывать, подчинять себе отдельного человека, делать его подданным чего-то всеобщего. Всякую свободную деятельность государство старается затормозить, подавить своей цензурой, своим надзором, своей полицией, считая своим долгом так поступать, и таков действительно его долг, долг самосохранения. Государство разрешает выражать мне свои мысли и пользоваться ими, но всё это до тех пор, пока мои мысли его мысли, да, то есть, ну, очень клёвое тоже, мне кажется, высказывание, такая очень ёмкая и точная критика, ну, вот, государства, что ты можешь быть свободен, только пока тебе разрешают, да, то есть, пока окей то, что ты говоришь. Ну, и у него очень много антисоциального, то есть, он там, да, такое, что народ умер, да, здравствует я, счастье народа есть моё несчастье, да, то есть, как бы, то, что называется общим, всегда плохо для индивида. И вот интересно, вот, в тему про добровольного союза эгоистов и личной выгоды он говорит о том, что вот эти отношения должны быть добровольными, свободными, в любой момент расторжимыми, и общество пользуется тобой, союзом же пользуешься ты, да, то есть, вот он, как бы, противопоставлял, что вот мы, когда мы самоорганизовываемся, тогда это нам выгодно, а когда нас используют, тогда, ну, как бы, мы уже не находимся в таком освобождённом виде, вот. И, ну, вот, мне кажется, что вот это основные моменты, что, как сказать, когда первый раз это читаешь, закончу мысль, кажется, что, ну, всё, этот нархоиндивидуализм ушёл в небытие, да, то есть, никто так не живёт. С другой стороны, кажется, достаточно похоже, да, на то, что, то есть, есть какие-то корни в том, о чём говорила вот эта группа, где вот анархо-капитализм, но вы увидите, что ещё, оказывается, и больше. Есть какой-то комментарий, прежде чем к следующим перейдём? Я хотел спросить, там есть ещё такой пункт, это, наверное, уже не совсем о Штюрнера, а уже больше от последователей Штюрнера, которые так называют себя, наверное, прединдаристами, о том, что они не ставят долгоидущих планов, они постоянно рассматривают именно сегодняшний момент, и любая теория должна вначале подтвердить себя на практике. То есть, они не ставят такого, что вот, мы вроде как что-то можем сделать, и это вот завтра нам даст вот такой вот такой результат. Это либо уже работает, либо где-то работало, и тогда это принимается, иначе это, ну, как бы даже не рассматривается. Да, согласно, было такое. И вот, например, мы переходим к следующей теме, и это не отдельный пункт, это, скажем так, развитие, собственно, анархоиндивидуализма, которое, в принципе, сейчас достаточно популярно, и это, скорее всего, то, что вы представляете себе, когда слышите слово анархизм, анархист. Вот, и это достаточно интересно, да, что такое вообще повстанческий анархизм или инсурекционализм иногда называется, да, как инсурекшн, повстание, повстание на английском или на других латинских языках. Что это такое, да, то есть, были такие люди, да, теоретики, мы сейчас говорим о начале 20 века примерно, да, которые говорили о том, что мы понимаем, что на тот момент это очень расширенная рабочая борьба идет, да, то есть все, очень многие люди, да, поскольку они живут реально в нищете, работают за копейки по 16 часов там и прочее, прочее, всех интересует рабочее движение, ну, я имею в виду, что это действительно массово для рабочих, они просто, скажем так, по разным кланам, там кто-то за коммунистов, кто-то за социалистов ходит, в какие-то вступают в профсоюзы и прочее, ну, и часть анархистов говорит о том, что, да, нам нужно участвовать в рабочем движении, и только через него, то есть через вот эту борьбу рабочего с капиталистом, мы, ну, вот обретем, да, свою свободу, и в какой-то момент рабочим удастся захватить средства производства, чтобы, значит, наконец-то начать жизнь свободно, и как бы работать так, как им выгодно, а не выгодно кому-то, да. Что говорит повстанческий анархизм? Он говорит, что борьба рабочего класса, да, вот этот синдикализм, вот этот рабочизм, он вообще бессмысленным, потому что просить подачки, повышение зарплат, улучшение трудовых прав, условий труда и так далее, вообще бессмысленный, бесполезный, потому что это вообще никак не трогает корень системы. То есть капиталист идет на какие-то уступки, когда ему это выгодно, или когда слишком его давишь, и то есть, да, уступки капиталиста, это скорее побочный эффект, да, вот этой борьбы, но не ее, как сказать, не ее достижение, да, и они говорят о том, что нужно вместо того, чтобы ходить и пропагандировать, там, рассказывать, какой анархизм хороший, чтобы люди присоединялись к какой-то массовой организации и так далее, нужно пропагандировать действием, ну, это прямое действие, да, на тот момент это было, ну, не граффити нарисовать и не агитрейт провести, да, это было, например, взорвать какого-нибудь фабриканта, прийти к кому-нибудь, там, убить короля какого-нибудь, вот, народничество, например, да, русское очень в свое время, ну, как бы славилось вот этим боевыми группами, террором антигосударственным, вот, и это, в принципе, было тоже из такой повстанческой, повстанческой, севстанческого течения все произошло, и они говорят о том, что нам не нужны массовые организации, нам нужны мелкие боевые ячейки, которые будут очень быстро реагировать на то, что происходит, исходя из своего личного гнева, то есть я понимаю, что меня это не устраивает, я чувствую несправедливость, я не сижу, не обсмусоливаю это на собраниях, и не думаю, окей ли это будет в контексте какой-то общемировой анархистской борьбы, я беру и делаю, потому что это так, ну, я так с собой не позволяю, и вот мы видим здесь, да, нашего Штирнера, что постоянный бунт, постоянное освобождение, никто мне не имеет права указывать, что мне делать, когда, и, ну, никакая другая организация, никакие другие анархисты, мне не могут, они могут меня критиковать, это окей, да, потому что мы анархисты, но они мне не имеют права сказать, заткнуть рот и так далее, вот здесь вот этот пункт автономность в борьбе, он как раз об этом, что мы не спрашиваем разрешения, мы берем и делаем, мы налаживаем ту справедливость, которую мы считаем правильной, да, и вот здесь очень много тоже о вот этой отказе от морали, да, от того, что правильно, что достойно, что сейчас окей или не окей, что сейчас будет медийным эффектом, а что нет, да, то есть очень такое, ну, действие, которое у тебя идет изнутри, и они говорят о том, что любая формальная организация тормозит свободу, тормозит инициативу, бунт, как я уже говорила, да, это атаки на конкретных лиц, которые, какая-то месть конкретная, да, за то, что люди какие-то сделали, например, из репрессивной машины, или, там, какие-то главари, ну, там, государи какие-нибудь, да, или капиталисты, вот, и экспроприации для того, чтобы финансировать свою деятельность, для того, чтобы, может быть, раздавать это тоже, там, каким-то другим людям, и очень важно, да, чтобы быть вот этим примером, да, то есть вот повстанцы, они очень верили в то, что вот эта жертва, которая падет, ну, то есть потому что обычно, ну, это было практически всегда, что ты умираешь, да, то есть когда ты взрываешь царя, ты практически всегда взрываешься вместе с ним, либо тебя берут и казнят, да, то есть в принципе это люди, которые в движении, там, существовали полтора года, да, ну, как бы от начала, там, их вхождения до, то есть, срок годности анархиста или, там, эсера какого-нибудь, да, в народника, это, как бы, очень маленькое количество времени, вот, поэтому эти люди говорят о том, что это, да, это жертва, но эта жертва, она несет за собой, во-первых, такой, ну, как бы, образ героя, на которого хотят быть похожими, которому хотят, как бы, повторять за ним, и постепенно, постепенно, постепенно такой метод, вот этот личный пример, он будет заразителен настолько, что люди начнут делать это сами, и в какой-то момент будет вот эта революция, да, и что революция не будет массовым восстанием рабочих, а она будет вот этим вот восстанием единиц, да, то есть восстание бунтовщиков, которые больше не готовы, да, на что-то, и они тоже говорят о том, что как будет выглядеть общество дальше, мы не знаем, мы не хотим сейчас обсуждать, все, сейчас важно только бунтовать и, как бы, разбираться с конкретными условиями, а не думать о том, каким образом мы там потом, когда-нибудь, будем что-то делать, то есть важно только то, что у людей будет доступ к условиям существования, ну, и тут, я думаю, они тоже были согласны, да, что это должны быть какие-то средства труда, орудия труда, средства производства, то есть какие-то блага общие и так далее, если у людей будет к этому доступ, они решат, как им это все решить между собой, вот, что еще интересно, отрицание цивилизации, да, ну, и вот это, я думаю, где тут морали цивилизации, то есть на самом деле вот этот антицивилизационизм, он очень популярен, потому что цивилизация, это, в принципе, в глазах повстанцев, в глазах анархоиндивидуалистов, это как раз то, что и подавляет, да, то есть мы должны быть там, не знаю, культурными, вежливыми, не знаю, мыться два раза в день, душе, то есть как бы есть, потому что те, кто вот мы приезжаем в Африку, и там нецивилизованные живут, да, то есть какие-то странные, примитивные и прочее, и вот здесь тоже идет критика того, что нет никакой цивилизации, которая мне скажет, что я поступаю сейчас нормально или нет, но это очень связано с моралью и очень связано с какой-то такой, ну, как сказать, то, что они называют буржуазной моралью тоже. На цивилизации здесь не возначение технического фотографии? Некоторых тоже, то есть не все отрицают это, но, например, ну, я думаю, что греки сейчас, повстанцы, отрицают технологизм и вот этот вот, особенно найти, ну, вот, всю вот эту развитие информационных технологий, слежку и прочее, 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 то есть они, как бы, вот эти вещи, они очень сильно критикуют. Я вам показала, что некоторые хакерские движения очень близки к этому духу и кальческого нафига. Возможно. Ну, то есть здесь нету точного ответа, то есть я думаю, что каждый повстанец, как настоящий бунтарь, имеет право делать, что хочет, он не спрашивает у других бунтарей, что ок, а что не ок, правда? Крестеры, панки, они моются реже не потому, что отрицают цивилизованные ценности, а потому, что доступ к воде более сложного получить. Да? Да. Хорошо, хочу знать. Вот, ну и, например, тоже есть такая цитата. Действие, совершаемое против существующих институтов, в тысячу раз сильнее обращается к массам, чем тысячи листовок и потоки слов, да? То есть вот этот весь ваш, там, не знаю, хождение на акции, раздача листовок, это все неприятно. Это тоже очень связано с всей вот этой анархоиндивидуалистской темой. И легализм сейчас, насколько я знаю, не существует в каком-то таком суперразвитом виде. То есть это, ну, как сказать, Википедия говорила, что это было скорее какой-то тренд достаточно краткосрочный в вот этом повстанческом движении, в анархоиндивидуалистском движении в 1990-х. Это вот этот кусочек Франции, Италии, Швейцарии, да? То есть вот какие-то такие южно-западные страны, скажем так. То есть что они постулировали? Это вот, собственно, вот этот вот бесконечный бунт, но при этом, если раньше, когда мы говорили про повстанцев, то это всегда экспроприация ради дела, да, на движение, на развитие, высший идеал, то сейчас мы говорим, что мы воруем, убиваем, там, не знаю, забираем, грабим, потому что нам нужно это сейчас, да, потому что мы живем, нас угнетают, нас капиталисты забирают все деньги, вот, и мы вынуждены без конца продавать свой труд, так вот мы не будем продавать свой труд, мы будем просто вас забирать и, как бы, не иметь к этому вообще никаких моральных, ну, типа, не будем об этом, да, не будем вообще об этом даже сожалеть или нам не будет стыдно, да, и то есть вот, как они говорят, что это как индивидуальное возмещение, да, за то, что наша жизнь выглядит вот так, что мы вынуждены жить вот в этом обществе, которое нас заставляет бесконечно воспроизводить, да, вот это угнетение. Ну, и то есть вот это такой криминальный образ, такой преступный образ, как образ жизни анархиста, что я просто, ну, как сказать, тут не буду, да, то есть очень похоже на наш воровской вот этот вот, что нельзя там семью, нельзя работать, вот, можно жить только как бы преступным, ну, мне показалось чуть похоже, но я не думаю, конечно, что в Европе есть понятие воровского, но, собственно, вот этот иллегализм, он иногда где-то всплывает, то есть я думаю, что, в принципе, как бы, опять же, некоторые повстанцы, например, вот я знаю там из, как сказать, как, например, из Греции, да, там какие-то есть анархические ячейки, да, которые как-то себя нам называют, вот, и они, например, экспорприруют часто для того, чтобы, ну, потому что они живут подпольно, вот, и они как бы экспорприруют не для того, чтобы, там, не знаю, раздавать бедным там или прочее, а они экспорприруют, чтобы жить, чтобы покупать, там, все оружие, ну, и прочее, то есть, как бы, в принципе, они, в принципе, их экспорприации закручены на них же, да, то есть, типа, эти деньги, они, как бы, никуда особо не уходят, кроме как, вот, в этой группе, собственно, в войне. Анархо-индивидуалисты, они очень отличаются вот от такого эскапизма, типа, мы будем просто делать свою альтернативу сейчас, и жить, вот, как бы, по вот этому анархизму образа жизни, скажем так, да, мы будем все время бунтовать, то есть, как раз-таки, моя жизнь в том, чтобы постоянно быть в атаке, постоянно быть в столкновении с чем-то, а не просто... Уходить. Уходить, и, как бы, жить классно, приятно, улетать на ГАА, там, и так далее, вот. В общем, смотрите, еще последнее, да, то, что я скажу, что, как будто бы, не сильно-то похоже на тот же, там, повстанчество, да, что, как будто бы это совсем разные категории, но при этом, ну, то есть, вот, анархизм образа жизни ввел, насколько я понимаю, Букчин, у него есть книжка, которая называется «Социальный анархизм или анархизм образа жизни», в которой он критикует, собственно, вот последнее, и говорит, что это прямое наследие анархоиндивидуализма, да, то, что вот этот анархоиндивидуализм поглотил вообще, как бы, любое, любые начинания социальных анархистов, и сейчас именно благодаря, скажем так, этим людям, которые его исповедуют, да, и продвигают, люди остальные видят анархиста только как вот этих анархистов образа жизни, они не понимают, что может быть другой анархизм, и он вообще предлагает, как бы, что если мы слово анархизм вообще не сможем себе, то есть, либо мы сейчас должны его полностью выбелить и, как бы, вернуть ему make it great again, как говорится, да, либо мы должны полностью отказаться от этого слова, потому что за ним уже вот этот шлейф индивидуализма идет, и нам нужно придумать вообще что-то новое, чтобы оно, ну, и вот он, в принципе, потом, скажем так, отписал себя движем под конец лет своих, и назвал, он называл свой, по-моему, свой какой-то проект, да, такой прополитический, по-моему, либертарным муниципализмом, что-то такое, то есть у него был какой-то свой взгляд на то, как должна быть организовано общество и движение, да, которое достигнет этого общества. А вы как относитесь к Крэйбрендзангу словам анархизм? Можем позже? Да, давай позже, потому что расскажу последний слайд, да, что это такое. То есть это, в принципе, любые, в принципе, сейчас современные активисты, да, которые не живут там подпольно, не грабят банки, это люди, которым достаточно, там, быть веганом, ходить на концерты, не знаю, почитывать книжки радикальные, иногда, там, не знаю, готовить еду вместо бомб, еще что-нибудь, да, то есть не включаясь в какую-то более важную политическую повестку, не думая о том, что необходимо что-то большее, ну, то есть я, мы сейчас очень много знаем, например, о том, как нас угнетают, и мы просто решаем, окей, я просто буду, там, не знаю, работать дома, а не буду вот этим рабочим, которого без конца, там, эксплуатируют на заводе, да, то есть я, там, найду себе какие-то возможности, моя личная, вот эта вот моя личная автономия, она важнее какого-то коллектива, который мне говорит, что делать, да, и тут вот здесь тоже есть, я не записала, но тут очень сильная такая идет критика какого-то такого, такой коллективности, организованности, да, то есть есть люди, которые ни в коем случае никогда не хотят вступать в группу, в которой есть членство, например, да, потому что это уже для них, это слишком порабощает, слишком дает какую-то ответственность, вот, и, собственно, вот то, что Чубукчи называет, называет торжеством теоретической непоследовательности, это, собственно, то, что люди читают все подряд и никак себя не идентифицируют, то есть они не говорят, что, ну, я вот сейчас вот это посмотрел, почитал, мне, например, ближе анархо-коммунизм или мне ближе анархо-индивидуализм, и в этой, как бы, среде я буду двигаться, я буду тогда следовать, например, это. Люди просто читают разное и говорят, что, ну, я вот просто, там, вот, за все хорошее против всего плохого, но при этом, как бы, вот эта личная автономия будет всегда важнее, как будто бы борьбу за социальную свободу, то есть что, как себя чувствую я сейчас во время того, как я сейчас прямо живу, а не то, что вы мне рассказываете, как будет когда-нибудь в анархии, вот, это важнее, вот, и, ну, такая, да, то есть какие-то символические действия, это, там, не знаю, участие в каких-нибудь акциях, которые, в принципе, не встроены ни в какую, например, последовательную борьбу против чего-то, да, например, вот просто, там, посетить что-то, сделать что-то, как бы акция ради галочки, такой feel-good-активизм, да, то есть, вот, я сделал, я молодец, можно, как бы, потусить сегодня на концерте, вот, и культурная эпатажность, ну, это тоже, вот, очень связано с субкультурами, да, то есть это какая-то, это тоже, вот, мы видим, да, из, прослеживается от Штирнера прямиком, да, что, да, я против, там, ваших моралей, там, хочу, так одеваюсь, там, хочу, кричу в автобусе, там, не знаю, бухаю, блюю, еще чего-нибудь, типа, ну, вот это такая панковская, очень отношение, да, к тому, что я буду против этого общества, и оно будет меня ненавидеть, а мне будет этот, ну, то есть, мне будет кайфово, я хочу быть максимально не похожим на них, и апатировать их, ну, вот что-то такое, вот, и это все был анархоиндивидуализм, то есть просто в разных вариациях, как отношусь к ребрендингу слову анархизм, мне не нравится, ну, мне не нравится, я думаю, что, например, вот слово либертарный, да, оно же вообще, там, почему оно появилось, это такое французское слово, да, вот либертер, от либерте, свобода, только потому, что в какой-то момент во Франции было запрещено вообще слово анархизм и анархия, да, анархист, и поэтому людям вынуждены были придумать себе какой-то новый идентичный, ну, как сказать, новый лейбл, чтобы как-то себя называть, вот, и не знаю, то есть, мне кажется, что скорее стоит рассказывать правду или свою правду, да, о том, как ты понимаешь анархизм другим, нежели стараться придумывать что-то, что устроит остальных и что будет как бы обманом, да, то есть ты как будто бы сам заранее планируешь, что, ага, я лучше вот так скажу, это такое немного НЛП, да. Ну, просто если сказать обществу, давайте мы установим анархизм, все-таки, не-не-не, скажут, что давайте установим прямую демократию, они такие, а что это такое, давайте подумаем, ну, а разницы, по сути, в большой не будет. Ну, смотри, я, например, когда, если я с какими-то группами что-то делаю, для меня вообще не всегда важно говорить, что это как-то называется. Я предлагаю методы и предлагаю какой-то результат, который, ну, мне окажется приятным, да, на выходе. И часто, да, часто я предпочитаю не называть это типа какими-то измами, потому что я знаю, что это людей может пугать, и это очень сильно сразу же, то есть в обществе вообще, в целом, ну, как бы в Беларуси, да, очень, ну, люди мало политизированы, то есть до недавних пор были, и говорить о том, что как только ты себя как-то называешь, это автоматически тебя вот так вот выделяет, и вот остальные, и ты такой анархист тут, да, вот. И поэтому иногда это необходимо, например, когда ты хочешь достичь медийного эффекта, например, или ты хочешь показать, ну, как сказать, ты хочешь идеологически отделить себя от других, это важно. Но когда это не важно, и когда ты просто что-то делаешь вместе, то можно вообще это никак не называть. Ну, то есть, как прямо сейчас, вполне неплохие люди не принимают анархизм в Беларуси, потому что видят его, ну, видят это как определение под призмой разбитых окон и, ну, собственно... И панки пьяные. И панки пьяные, да, ну, как бы, это, да, это проблема в обществе. Вот, видите, во всем виноваты панки. Виноваты панки. Тогда будем продолжать с социальным анархизмом. То, что вы уже рассказывали, да, социальный анархизм, в отличие от анархоиндивидуализма, говорит о том, что, да, свобода личности важна, то есть ее не отрицают, но социальные анархисты считают, что она связана с социальным равенством, социальным освобождением. То есть не может быть никакого освобождения личности, если общество не будет свободно. Нельзя быть просто, ну, революционерами в обществе, где остальных угнетают, кто-то сидит в тюрьме, ищет и так далее. Поэтому они видят освобождение полноценное и такое развитие личности только в обществе, да, то есть как бы это неизбежно, потому что общество, там, Бакунин, например, говорил, что общество это, ну, создано природой, да, то есть мы социальны, и поэтому, равно как говорит, что я против природы, бороться с природой невозможно, так как и с обществом, смысла нет бороться с обществом, потому что оно существует, важно просто найти какой-то баланс, где общество не будет угнетать личность, а будет скорее гарантировать ей вот эти права на самоопределение, права на такую полноценную самореализацию, и будет вот ей гарантировать вот это социальное освобождение. И что мы здесь тоже видим, что очень важно для социальных анархистов быть в каких-то социальных организациях, в социальных союзах, объединяться для каких-то целей, в частности, ну, особенно первые теоретики, ну, практически всегда шла речь о рабочих, о людях труда, да, чтобы вот они с целью какого-то полноценного развития, отсутствия угнетения, они объединяются и производят то, что им хочется, а как потом мы рассмотрим на разных видах анархизма, которые входят в понятие социального. Вот, и также социальный анархизм чем отличается? То, что они видят частную собственность, проблемой, то есть если анархоиндивидуалисты говорили, что это ок, то социальные анархисты говорят, что нет, мы хотим обобществить собственность, в частности, средства труда, и, как бы, мы видим средства производства, и мы видим, что эта частная собственность, она порождает неравенство, если она сконцентрирована в руках немногих. Поэтому очень важно ее перераспределить. Здесь мы говорим про несколько направлений. Одно из них это анархоколлективизм, это такая бакунинская мысль, он первый сформулировал это, это где-то первая половина 19 века. То есть он говорил о том, что еще просто мы сегодня это не затрагиваем, но есть такое направление, которое, был такой человек, который звали Прудон, да, из Франции, анархист, и он на свое время проповедовал такую идеологию, как мютиуализм, да, может быть, кто-то слышал, то есть это что-то очень похожее на то, что говорили анархоиндивидуалисты, они говорили о союзах, да, каких-то производителей, собственников и прочего. Так вот, Прудон говорил, что мы против капитализма, где всех друг другу угнетают, а где немногие угнетают многих, поэтому мы предлагаем мютиулизм, от слова mutual, да, mutual, как бы взаимный, да, то есть мы предлагаем формирование различных союзов от кооперативов, начиная от потребительских, заканчивая производительными, производственными, мы предлагаем формировать вот такие объединения в интересах разных людей и делать это для того, чтобы взаимно, то есть нам будет так удобнее и проще распределять товары, покупать что-то, и там очень сильно, сильный был упор на оплату труда, да, то есть что труд должен быть, был быть оплачен очень объективно, и там не должно быть никаких скидок, но не должно быть и никаких наваров, да, то есть на том, что ты продаешь, ты продаешь, ну, условно, за себестоимость, такую, за которую тебе не стыдно, да, то есть ты на это заработал, потому что ты столько-то количества труда, например, вложил, это было очень важно, как бы в контексте справедливости на тот момент. И вот мы видим, например, анархоколлективизм идет чуть-чуть дальше, да, то есть они, и на тот момент в метеорализме говорилось, что есть частная собственность, это ок, просто люди ее, например, объединяют, сами, например, формируют вот эти вот производственные или потребительские кооперативы, и, к примеру, производственный кооператив, у него есть вот эта собственность, она принадлежит ему, и они решают, как, в принципе, они что делают с ней, и никто другой не может сказать, дай нам там попользоваться, если они не согласны, например. То Бакунин говорит о том, что нет, давайте откажемся от частной собственности, давайте не будет так, что у кого-то будет все, у кого-то не будет ничего, потому что, в принципе, ну, как тогда остальным сделать, какие им сделать кооперативы, если у них ничего нет, да, вот, поэтому давайте ее обобществим, давайте ее перераспределим, и можно будет пользоваться тем, кто будет работать, тем, кто обрабатывает землю, тем, кто работает на машинах, и так далее. И они говорили о свободных ассоциациях, и как это, то есть это тоже, они не отрицали, основное такое отличие от следующего, от анархокоммунизма, было то, что они не отрицали товарно-денежные отношения, то есть они говорили, что мы продолжим просто, ну, условно, жить примерно как в капитализме, то есть мы производим, но при этом отличие, естественно, что у нас в собственности то, на чем мы производим, и из чего мы производим, и мы потом получаем зарплату не по потребностям, да, то есть вот как не каждому, от каждого по способностям, от каждого по потребностям, а по отработанному времени, то есть сколько я вложил, настолько я, в принципе, и годен, настолько я приношу благ этому обществу, Если я не вложил ничего, ну, я не получаю ничего. Да, конечно, Вакунин там делал такую оговорку, что будут люди, которые там, не знаю, на что-то не способны, либо у них меньше, какие-то ограниченные возможности, либо повышенные потребности, и это тоже будет ок. Но это будет тогда просто вот эта свободная ассоциация, решать, каким образом они людям, которые в нее входят, будут помогать перераспределять как-то между собой какую-то часть, например, отдавать тому, кто не может работать, ну, условно, 8 часов, а работает 3, например, да. Вот, и они говорили о том, что нужно вот через пропаганду действием, да, то есть вспоминаем, в принципе, тоже это очень похоже немножко на энергоиндивидуализм, то есть, что да, нужно постоянно как бы бунтовать против системы, атаковать капитализм, атаковать вот эти капиталистические отношения, выходить из них, требовать отказа от них и так далее. И вот через такую насильственную революцию, когда люди, которые сейчас владеют всем, будут лишены насильственно, то есть у них никто не спросит, с ними не будет договариваться, потом это перераспределится, ну, и как бы вот все, что они предполагают. Ну, и как бы они, их потом постепенно стали критиковать анархокоммунисты за вот это вот, скажем так, полумеры в том плане, что они говорили о том, что останутся деньги, останется, ну, потому что останется какое-то неравенство, то есть я могу просто работать по 16 часов и постепенно накапливать, накапливать, накапливать себе денег, да, вот. И у меня все равно будет как бы потом оставаться какое-то имущественное, да, скажем так, неравенство. Ну, и они говорили о том, что окей, ребзя, мы согласны, это просто будет выглядеть так, как переход. Вот, то есть мы просто говорим о том, что давайте это попробуем, вот, слишком сразу не надо бежать, но как переход мы вполне, если люди в какой-то момент преисполнятся и начнут понимать, что им не нужны деньги, то они постепенно просто перейдут к анархокоммунизму. Да, и, соответственно, здесь тоже, вот в этом коллективизме, почему мы говорим про коллективы, потому что это все-таки тоже, именно коллектив решает, что он производит, кому он продает, он имеет право отказать кому-то, не продавать, не взаимодействовать с кем-то, то есть все тоже на добровольной основе. Но при этом такое, тоже, ну, скажем, есть такая справедливая критика в том, что неравенство может возникать, да, между различными производственными или потребительскими единицами. Вот, можно идти дальше. Мы идем к анархокоммунизму, да, это основной товарищ, который... Ну, просто, кто мешает, кому будут продавать, кому не будут продавать. Сами, те, кто производят. И это, как бы, голосование демократическое? Они не говорили, но я думаю, что в свое время, как бы, прямая демократия, да, то есть прямое участие в принятии решений было, ну, скажем так, в ходу в анархизме, но на тот момент никакого консенсуса, в принципе, не предполагалось. То есть это, да, власть какого-то большинства, то есть понятно, что была речь о том, что мы, как сказать, не насилуем личность, не давим и так далее, то есть, скорее всего, это предполагало больше дискуссий, да, каких-то, но мне кажется, на тот момент было вполне окей делать голосование мажоритарное. Даже, мне кажется, каждый коллектив может решать сам, как они... Действительно, да, то есть, какой способ принять решение они выбрали, они могли бы, то есть это не оговаривалось, потому что не было такого, ну, не было такого предложения. Переходим к анархокоммунизму. Кропоткин, чтобы вы понимали, просто Бакунин и Кропоткин, они немножко пересеклись по жизни, ну, в плане, что они жили, Кропоткин на 30 лет моложе, да, то есть немножко он успел застать Бакунина, но, как бы, в принципе, это, ну, условно, следующее поколение уже, можно считать, да, анархистов. Вот, и, собственно, Кропоткин описывал, у него есть такая книга «Хлеб и воля», где он прям подсчётами, да, как это всё будет выглядеть, какой крестьянин, сколько произведёт, кому продаст и прочее. Вот, такое интересное чтение, хотя понятно, что цифры или там способы организации некоторые, они устарели в его книге, но интересно. Вот, и что они говорили, что что-то очень похожее, да, на то, что говорят коллективисты, что общество — это самоуправляющиеся коммуны общины, да, это не обязательно и не всегда коммуна рабочая, да, то есть мы не говорим только о рабочизме каком-то, мы говорим, что в целом можно будет, вот, например, здесь в пункте «Федерация и конфедерация», что можно будет организовываться по принципу федеративному, либо по принципу, например, что могут быть люди, которые организовывают коммуну, они могут организовать её по территориальному признаку, могут по рабочему, да, там, например, могут, там, не знаю, они спортом вместе занимаются, у них как бы свой там коллектив, кружок, община, вот, и кто знает разницу между федерацией и конфедерацией? Я тоже не знала, почитала. В общем, федерация — это скорее территориальное, да, какое-то основание, союз людей, которые скорее не ради конкретной цели объединены, ну, не людей, а единиц. Сейчас это может быть, конечно, страны, ну, в данном контексте сейчас это обычно страны, страны, штаты, какие-то провинции и прочее, вот, но когда мы говорим про коммуны, да, это тоже скорее, вот, например, я живу в Минске, и вот есть там условно Фрунзенский район, там, ещё какой-то, и вот мы, там, как бы, ну, мы решили, что мы сейчас будем делать что-то вместе, вот, и объединились в федерацию. Когда мы говорим про, то есть это не для определённой цели, а скорее для упрощения решения наших задач, то есть мы будем вместе что-то обсуждать, принимать решения и, например, управлять этим. И конфедерация, это может быть не обязательно по принципу одинаковости, то есть я могу, например, объединиться, ну, и вот мне кажется, что сейчас скорее конфедерация в анархистском движении присутствует, нежели федерации, хотя называются почти все там анархистские федерации, но, например, коллектив школы анархизма, который занимается просвещением, объединяется с кооперативом печатным, да, и у нас, как бы, мы вдвоём не производители, мы просто на каком-то интересе взаимодействуем. И это такое, как бы, вертикально-горизонтальное основание, то есть мы делаем это, это часто очень временное что-то, то есть ограниченное, то есть не навсегда. И оно означает, что мы для какой-то цели, мы её решаем, например, распадаемся или принимаем какую-то новую цель. Вот, и вот поэтому он делает вот такое разграничение, что не всегда это будет касаться, ну, как бы, условий одной страны, например, условий одного города, одной деревни. Это может быть просто куча разных людей с разными интересами, которые иногда входят в какое-то столкновение, взаимодействие и так далее. И вот он говорит здесь о коллективном использовании средств производства, это похоже на то, что говорили коллективисты, но, типа, чуть-чуть дальше. Они говорили про прямую демократию, что вот эти коммуны будут и сами у себя, в принципе, принимать решения на низовом уровне, а также потом в этой федерации тоже посредством представителей, но от нижнего уровня к верхнему тоже все решения приниматься. И вот за что критиковали коммунисты, коллективистов, это за то, что сохраняются товарно-денежные отношения, которые потом провоцируют то, что не у всех одинаковый доступ к ресурсам, да, и остается система наемного труда. Если у нас остаются деньги, значит, кто-то вынужден идти работать, чтобы поесть. Что предлагают коммунисты? Говорят, просто люди производят что-то, занимаются каким-то трудом, который их, ну, там, в основном всегда, Кропоткин верил, что люди будут работать из наилучших побуждений, они будут работать на приятных им работах, а если это будет какая-то неприятная работа, то она будет как-то ротироваться, и это тоже будет ок, потому что люди будут понимать, что они делают это для себя, а не они кому-то, обезличенному, отчужденному, идут и убирают туалеты, например, да, в три стране за кем-то, за человеком, который его даже не знает, не благодарит, и, ну, в каком-то таком виде. И, соответственно, когда ты где-то работаешь, ты просто идешь и на общем складе берешь что-то хочешь. То есть ты не оцени, никто не оценивает, сколько ты реально заработал, получает ли больше автобусный водитель или айтишник, да, то есть нету вот этого накопительства, в зависимости от, то есть все работы важны, все профессии нужны, мы ко всем, то есть час каждого человека стоит одинаково, это наше свободное время, которое мы продаем, и это не значит, что час уборщицы, это ее жизнь, мы не можем говорить, что жизнь уборщицы стоит меньше, чем жизнь айтишника, да, и поэтому каждый из них имеет право получить какой-то там профит. По вашему мнению, безусловный общий доход это шаг в сторону анархо-коммунизма или нет? Ну, маленький там, ну, все-таки. Ну, то есть он же тоже подразумевает то, что каждый может жить за этот безусловный общий доход и пользоваться тем, что ему необходимо, просто без каких-то излишеств? С одной стороны, да, а с другой стороны, это какая-то попытка пофиксить, социальное неравенство, которое, опять же, происходит через какой-то управляющий орган, который тоже определяет, то есть мы не выходим, например, из товарно-денежных отношений, да, все равно, и да, у людей, у некоторых отменяется необходимость работать на наемном труде, и тогда они работают там, делают то, что им делать приятно, то есть, наверное, это лучше, чем то, что есть, когда там кто-то, не знаю, голодает, умирает и прочее, но с другой стороны, для меня это, ну, в этом нет чего-то сверханархичного, то есть это просто попытка залатать какие-то раны, либо, и в том числе, эта попытка выглядит успешно и только, ну, это как бы слезы белых людей, да, то есть, типа, в Африке мы не можем предоставить всем общий доход, потому что, как бы, там нет денег, либо деньги разворовываются. Ну, я думаю, это скорее к коллективизму для меня, ну, типа, просто даем вам деньги, а вы там покупайте, вот. Что еще здесь важно сказать в анархокоммунизме? Ну, я это связала вот с наемным трудом, да, я, знаете, что хотела сказать, вот, когда читала, тоже было, например, указано, что, окей, мы говорим о том, что, там, частные, частные собственности, мы, там, против частной собственности, мы, там, обобщисляем, да, и вот, например, я подумала о том, что, вот, когда думала про личную частную собственность, я подумала, окей, хорошо, есть люди, у которых реально есть, например, производственные мощности, это, там, какие-то фабрики, заводы, еще что-то, сейчас технологии, возможно, да, а есть люди, у которых, там, миллион квартир, да, ну, там, вот, которые, в принципе, они, там, их не сдают, и я подумала, окей, а, ну, будет ли иметь смысл, например, там, принудительно, вот, как говорил, там, Бакунин, отобрать, разделить, отдать тем, кому нужно, вот, вот, или это, ну, сформирует, в любом случае, какое-то неравенство, потому что у кого-то будет, там, микроквартира, у кого-то 500, да, хотя, как будто бы средства производства, мы в обществе, или, окей, да, но, типа, все равно у кого-то осталось больше, и не будет ли такого, что люди, как бы, будет, вот, страх накопительства какого-то, да, то есть, в коллективизме это вполне все возможно, да, потому что есть вот это накопление денег за счет того, сколько ты работаешь, сколько, какую цену ты поставишь, да, и тоже какой-то кооператив может поставить, например, уникальный товар, он может реально вывышать цену, и, ну, это все, как бы, может привести к каким-то таким вещам. Когда мы говорим про, что товарно-денежных отношений нет, мне нет смысла что-то накапливать, что и так есть вот на складе, да, зачем мне, там, 500 авокадо, если каждый день я могу пойти и взять его, да, и понятно, что это, как бы, в случае общества изобилие, да, но в целом, то есть, вопрос накопительства, он, как бы, решается, ну, вот, собственно, отсутствием необходимости зарабатывать больше, чтобы иметь больше, потому что, в принципе, то, что мы имеем, да, это, как бы, мы имеем все, и мы, как будто бы, чем больше мы будем производить, делать для себя, тем больше у нас будет уровень жизни у всех, да, вот, и, как бы, в принципе, эти квартиры просто либо останутся там, ну, как бы, они никому не нужны будут, в принципе, да, если, ну, мы не говорим о том, что у каких-то людей там нет места жить, вот, это какая-то мысль просто, которая мне пришла в голову. Следующий? Можно вопрос по этому слайду? Да. А тут последний пункт, нет, система наемного труда, кто будет контролировать отсутствие системы наемного труда прямо в том мире? А наемный труд, это же о том, что есть какой-то человек, который владеет, да, средствами производства, ты приходишь, у него работаешь, и он забирает кусок произведенного тобой, ну, а когда мы говорим, что нет зарплат, нет ничего, ты приходишь добровольно выполнять работу, чтобы получить завтра свое молоко. Установился наркокоммунизм, отобрали средства производства, обещестили все, кто-то решает, что он хочет создать сам с нуля новые средства производства и нанять каких-то рабочих, чтобы они получали там не просто свою долю, а что-то большее. И кто-то на это даже соглашается. У нас снова образуется система наемного труда, и должен ли кто-то контролировать, чтобы она не образовывалась? Я думаю, я не знаю ответа, но я бы делала так, что я бы этого человека просто бойкотировала, то есть я бы его исключала из системы общих благ. Но всегда есть тех, кто не будет бойкотироваться. Вполне. Но анархизм, он на той анархизм, что он не вводит армию против таких людей, да? В таких условиях может сформироваться какое-то новое микросообщество, какая-то коммуна, которая будет по системе наемного труда работать. Возможно, она даже будет эффективнее, чем окружающая система, и возможно, со временем вырастет новое государство. Да, и анархизм не говорит, что он дает гарантию. Поэтому мы и говорим про федерацию, мы не говорим, что завтра просто весь мир станет анархистским. Он говорит, что нет, может, сначала будет 100 у нас коммун в федерации, и мы начнем с этого. И если люди будут видеть какой-то позитивный пример и присоединяться, мы тогда будем расти. Если мы не будем давать этот позитивный пример, у нас не будет ничего получаться. Ну, вот так. То есть анархокоммунизм считает, что где надо подавлять такие начала? Я не знаю, что у Кропоткина насчет этого, но Кропоткин, он такой супергуманист, любит людей. Он считает, что, в принципе, вот такие поползновения у людей, когда ты предлагаешь человеку такое суперэритруистичное будущее, где всем, в принципе, всего хватает, как будто у большинства людей абсолютного будут отсутствовать такие поползновения, наживы. И это будет, как бы, в принципе, обществом порицаться. Ну, то есть это будет на уровне, если мой друг мне так скажет, я скажу ему, блин, жесть, я там, ужасно, что ты мой друг, да, если ты так думаешь, потому что, ну, обрати внимание, как мы там здесь все живем. Это вот, например, вот это общественное порицание, общественное презрение, это вот шаг к тому, что мы говорили к анархоиндивидуализму, да, что любое общество, в конце концов, оно формирует вокруг себя какую-то идеологию, что ок, что не ок, даже если это анархистское общество. И вот анархоиндивидуалистам там будет тесно, потому что мы будем всегда говорить, что нет, твоя идея с твоими там новой системой наемного труда нам не подходит, да. Собственно, я думаю, что если бы здесь у нас были анархоиндивидуалисты в группе, они бы умерли здесь на месте, увидев этот слайд. Потому что, что говорит, платформизм это часть анархо-коммунизма, да, то есть мы, платформисты, это скорее метод, да, то есть это не какое-то направление, которое супер разное, оно видит по-другому устройство общества. Они видят общество точно так же, как анархо-коммунисты, конец, да, но каким образом к этому можно прийти, это вот как раз-таки вот эта критика, разборот и шатание, а мы будем там десятером это делать, а мы будем бомбы кидать, а давайте листовки раздадим, завтра, может, сходим на акцию, да, то есть как бы платформисты говорят, ребята, давайте делать массовую членскую анархистскую организацию, да, в которой будет как бы составлять костяк, в принципе, будет собран такой, ну вот они говорят, направляющее движение, но это немножко авангардистски звучит, но при этом это как бы скорее то, что они будут влиять, да, своим примером и своей вот этой действенностью, они будут влиять на все остальное движение и как бы потуги людей, которые будут, ну то есть это опять же не говорит о том, что всех надо согнать, да, это скорее запропагандировать так, чтобы людям захотелось там принимать участие и какие они видят, значит, плюсы, да, как это будет, как это может функционировать, чтобы это было вот такое прям однонаправленное, очень сильное действие, должно быть единство идеологии, то есть все должны быть в этой организации, в принципе, устремлены к тому, что мы делаем анархокоммунизм, мы тут не думаем, кто мы, а может я там этот, а может тот, а может я такой метод хочу, нет, мы принимаем, что мы одинаково мыслим, примерно представляем одинаково будущее, которое мы хотим достичь, и мы принимаем единственную тактику, да, как мы будем это делать. И все, что принято условно на каком-нибудь конгрессе, не знаю, в съезде этой платформистской организации, никакого автономизма, да, мы это все исполняем, потому что это вписано в общую стратегию, и только в этой стратегии, когда мы видим шаг за шагом, что происходит, мы достигаем каких-то целей, и, соответственно, только коллективный метод действия, никаких, что вот мне тут я забунтовал вчера, решил, ну, то есть, в принципе, платформистская организация, наверное, может быть выступать тоже за, это не обязательно должна быть пропагандистская организация, да, то есть это может быть в принципе любая организация, выбирающая любой метод, главное, чтобы у них было, каждый поддерживал ту тактику, которую они выбрали. Вот, коллективная ответственность за то, что делаем, да, то есть чтобы не было такого, что я не поддержал, а это не было мое решение, да, то есть в принципе все, что мы делаем, мы несем за это ответственность, мы не делаем индивидуально что-то, мы свои какие-то личные поползновения, да, вот мы все под коллектив адаптируем, да, можно без проблем что-то предлагать, идеи, это классно, но при этом мы делаем все вместе, и вот, ну, то есть про федерализм, это в принципе они, ну, это как бы взято из анархокоммунизма, что вот эти вот организации, маленькие, да, автономные какие-то группы, наверное, они будут в эту массовую организацию вступать в формате присоединения, да, вот к этому союзу на добровольной основе, вот, и да, там есть какая-то власть большинства, то есть, ну, вот это какая-то такая мажоритарная там прямая демократия, да, где, если коллектив решил, ты там проглатываешь свое недовольство, двигаешься, да, потому что ты знаешь, что, окей, завтра там мое мнение будет принято, чужое не будет принято, например. Вот, собственно... А он влечет большевиков? Я думаю, что добровольность, федерализм, ну, то есть, мне кажется... Да, нет, здесь нету тоже иерархии какой-то прямой, хотя, например, ну, когда мы говорим... Кто написал, да, платформизм, платформу изложили Маршинов и Махно. Махно был максимально культовой фигурой, да, в то время, и говорить о том, что... Ну, я это написал, но, в принципе, я не, как бы, не претендую, да, то есть, можете кто угодно быть, вот, там, не знаю, никакой иерархии, это тоже мы можем понимать, что он-то может... Ну, то есть, если читать книги про него, часто он отказывался, да, что-то делать, потому что говорил, что меня везде всегда зовут, меня всегда зовут везде выступить, да, там, везде, его просили везде быть во всех коллективах, во всех советах участвовать, да, потому что он имел такой авторитет, и он говорил, что я уже просто, ну, не хочу, не хочу, не хочу, но как бы вот, ну, это работает, да, вот эта иерархия, она просто выстраивается самостоятельно. Синдикализм, это тоже, вспоминаем, что это все социальный анархизм, это тоже ответвление коммунизма, тоже метод скорее. То есть мы говорим о том, что анархосиндикалисты предлагают сформировать не какую-то массовую организацию просто анархистов, да, в абстрактных, а радикальные профсоюзы, да, анархосиндикалистские профсоюзы, которые, в принципе, в условиях очень массового рабочего движения станут силой для социальных изменений, они будут его педалировать, потому что, ну, мы все работаем, да, нету, ну, какие-то есть люди исключения, но при этом у нас у всех есть какие-то интересы в этом, и в основном люди там, не знаю, угнетены, и они хотят их. Вот, они предлагали вот это самоуправление трудящихся, захват, понятное, средства производства, отмены системы наемного труда с частной собственности, прямое действие, тут мы говорим про забастовки, про какие-то бунты на своих рабочих местах, порча, часто имущество, да, если там, как бы, какие-то есть конфликты с, вот. Вот, и, в принципе, они тоже говорили о том, что люди, кроме того, что они работают, они еще и люди, да, вот, поэтому здорово, если они будут по интересам, там, по территориальному признаку, как-то по-другому объединены, вот. Вот, но, например, кстати, интересно, вот есть тут такая книга, вот эта, это Мухерас Либерас называется, это как бы про женское движение в испанской революции, да, анархистской, где, собственно, вот этот анархосиндикализм был очень силен, и здесь есть, во-первых, ну, то есть здесь, в принципе, идет вводная часть о том, что такое вообще этот НКТ, да, это Национальная конфедерация труда, и почему женщины, да, которые входили, в принципе, в НКТ поначалу, выделились потом в отдельную организацию Мухерас Либерас, и с какой критикой они подходили, да, и, в частности, это была критика того, что, эй, ребята, не только работой живет человек, да, почему, ну, то есть в основном, кто тогда работал? В основном мужчины, да, то есть женщины часто были такими поденщицами, то есть они не были часто на заводах, они были, не знаю, там, дома готовили, убирали, либо ходили и продавали там за деньги, там, домоработницами какими-то, шили что-то на дому и так далее. Куда этих людей, да, почему они не принимают решения относительно, да, будущего общества, почему мы только на работе сконцентрированы, да, и вот они очень, ну, очень часто это интересно критиковали, так что кому интересно, можно обнакомиться потом с книжкой. Да. Можно вопрос, в чем главное отличие между анархосиндикализмом и анархокоммунизмом? Главное отличие в методе, то, что, например, анархокоммунизм, это скорее, то есть мы можем, например, соседскими общинами организовываться, и это будет для анархокоммунизма ок. Для анархосиндикализма не будет не ок, потому что мы взяли каких-то людей, которые, в принципе, согласно ним, не будет, не будет динамика изменений из-за них, да, потому что, как бы люди, вот, там, одного квартала Минска не меняют конъюнктуру. Конъюнктуру меняют трудящиеся, которые, вот, если они организуются, тогда будет все. То есть это скорее, что изменит, да, как они видят, что будет щелчком для того, то есть, например, коммунисты тоже могут часто говорить, если мы достаточно массово там где-то выйдем, да, может быть революция, здесь должны прям рабочие, да, сделать что-то, чтобы, потому что просто одна массовая демонстрация ничего не изменит, останутся там средства производства где-то, а вот мы должны прям их себе присвоить. Мы решили включить анархокапитализм, потому что есть позиция, что он включается в анархизм, хотя, я думаю, среди белорусских, среди группы белорусских анархистов вы анархокапиталистов не найдете, потому что есть мнение, что анархокапитализм вообще не является частью анархизма, поскольку анархизм выступает за угнетение, и большинство анархистов считают, что капитализм это тоже система гнетения но мы решили о нем рассказать просто чтобы вы были информированы как бы принимали информированные решения считаете вы это анархизмом или нет и так анархокапиталисты выступают капиталисты выступают против существования государства но при этом за сохранение капитализма как общественной системы для них основа общества это конкуренция и свободная продажа собственности и услуг и основы основной мотивации людей является выгодом очень важное понятие для анархокапитализма это самопринадлежность то есть это естественное право человека обладать собственностью и они включают в понятие собственность например твое тело твою труд в твою твое время и также собственность которые человек получает в результате добровольных манипуляций скажем так собственностью для них это продажи опять же какие-то сделки также у них есть идея о том что собственность может быть ничья например как кусок земли которых ты приходишь и объявляешь своим и это тоже считается в анархокапитализме нормальным вот или ты можешь получить собственность наследства или например тебе могут ее подарить а основа общества для анархокапиталистов это контракты и контракты это добровольные договоры между свободными субъектами то есть два человека могут заключить контракта например продажи и покупки труда или какие-то корпорации корпорации тоже существуют при анархокапитализме могут заключить контракта каких-то взаимодействиях я анархокапиталисты с одной стороны они вдохну ну как бы какой-то мере идут от анархоиндивидуализма и они отрицают какие-то общественные нормы и правила но с другой стороны например один из теоретиков анархокапитализма говорит что типа условно продажа собственного тела это топ ну ты не можешь этого делать как бы это морально такое моральное право не должно присутствовать в обществе поэтому скорее нет тем более дети они же должны быть самостоятельными субъектами то есть они как бы сами должны решать себя продавать ну вот я про воспитание детей при анархокапитализме не очень много читала а вот да значит контрактная и вот различные службы а там суды например права вас полиция условно или какие-то контролирующие такие службы это будут независимые корпорации с которым можно заключать контракты и каким-то образом они должны работать справедливо потому что видимо все общество хочет чтобы они работали справедливо и для них это выгодно то есть они будут получать от этого выгоду да ну да то есть для них выгодно работе справедливо потому что тогда к ним будет приходить и пользоваться их услугами и они будут получать выгоду вот также теоретики анкапы считают что будет существовать естественный запрет на агрессию и мошенничество опять же это когда связано с репутацией то есть акторы там корпорации или индивидуальные лица которые будут проявлять агрессию или мошенничать заключать нечестные сделки будут и строгаться из такого общества и изолироваться вот и опять же вдохновленный анархоиндивидуализм они говорят что они должны отказываться но в анархокапиталистическом обществе отказываются от социальных институтов регулирующих поведение то есть там сексуальная свобода или употребление наркотиков или еще какие-то вещи которые сейчас считаются аморальными в анкапом обществе будут свободны ну вот я не знаю субъектность детей мне кажется надо учитывать в принципе это все что хотел сказать опять же еще раз мы ну я считаю что капитализм это система угнетения и у нас будет отдельное занятие посвященное анализу и критике капитализма и мы будем очень много об этом говорить и поэтому большинство анархистов которые не анархокапиталисты не признают анкап как одну из анархизма направлений да ну то есть анархокапитализм определяется тем что они оставляют типа капиталистические отношения между людьми наемный труд я думаю и как бы до частная собственность ну да но тут то есть как бы не регулируется например как то как ты типа продаешь свое время условно в отличие от анархоколлективизма и то есть они как будто бы убирают власть государства или власть какой-то структуры над регуляцию третьей стороны их капитализм ну да они говорят что монополия это результат действий государства и при анархокапитализме монополии не будет но как бы частично да но гарантирует ли это что при анархокапитализме не будет монополии это большой вопрос и по поводу того как они планируют прийти к этому обществу я если честно не нашла много информации но предполагается что постепенно все общественные институции будут приватизироваться и государство отомрет само по себе да но стоит ли типа менять сила на мыло нет ну есть еще идея я так понимаю в сша был какой-то проект я правда не помню как он назывался когда они хотели купить прямо кусок кого-то штата то есть ну собирали там своих единомышленников и должно было собраться какое-то прям количество людей которые сказали бы что да если что и если так будет я туда перееду и будет ну и свой бизнес перевезу и будем тогда вы жить по своим законам то есть они хотели купить землю и там в принципе мутить какой-то комьюнити они уже по-моему начали переезжать туда не помню насчет купить но в том-то штате тоже не помню какое они уже начали массовую миграцию туда чтобы избирать на металлами добиваться каких-то либеральных изменений и есть еще один такой проект который в черногории сейчас начинается по моему называется монтолибро он там вообще очень маленький там что-то десятки человек они хотят типа со всего мира собрать туда либертарианцев которые там купят землю и за счет того что в черногории к 50 процентов коренного населения еще там разные признаки они считаются перспективными на в этой стране строительство либертарианскую экономику по каждой стране ну вот я анархокапитализм это получается часть либертарианства и анархокапиталисты что их еще отличает от других анархистов как будто предполагают что через избирательные права через из политику типа участие в демократии то избирательной демократии они могут тоже прийти к анархокапиталистическому государству постанархизм это направление которое на данный момент в основном представлена только в академической мысли то есть вряд ли вы найдете людей которые хотя вы можете среди каких-то академиков нанести людей которые идентифицируют себя как постанархисты но как каких-то практических организаций или групп которые там действуют по постанархизму нету и это достаточно академическое течение вот он возник в результате синтеза идей анархизма и по структурализма по структурализм это философское движение кота которая появилась во франции в 80-х годах и она представлена такими философами как фуко леотар дорида если вы знакомы с такими персоналями и по структуралисты заявляли о том что вот двадцатый век конец 20 века это конец каких-то больших метанарративов которые могут объединять общество конец там больших идеологий того же коммунизма или там религии или еще чего-то и теперь у нас все находится и зависит от как какого-то личного опыта в этом плане постанархизм очень близок к анархоиндивидуализму и все завязано на какие-то отдельные конкретные опыты людей или групп и которые не могут объединяться какой-то общей идеологией что пост что анархизм взял у пост структурализма и стал постанархизм значит постанархизм в первую очередь это критика догматизма и универсализма в самом анархизме а самый наверное известный представитель постанархизма это сон ньюман и он говорит о том что у главных теоретиков анархизма у бакунина и кропоткина очень много заявлений о том как таким должно быть общество и каким будет общество в результате революции или когда мы у нас будет анархическое общество и постанархисты говорят о том что мы не можем точно выстраивать какие-то модели по которым будет жить общество потому что сами эти модели уже репрессивные как будто они уже ограничивают возможные общества которые появятся после революции то есть условно если мы говорим что вот экономика будет работать вот так люди будут жить в коммунах кому на будет в районе ну общаться между собой если у нас уже есть эта теория то как будто она уже репрессивно для людей которые будут ее выполнять и поэтому мы не должны придумывать какой-то общей теории для всех людей на земле а они должны сами в определенных ситуациях решать как им строить общество опять же очень похоже на анархоиндивидуализм критика эссенциализма то есть естественно человеческой природы у кропоткина много об этом он даже написал книгу взаимопомощь как фактор эволюции о том что человек по своему естеству по своей природе склонен к взаимопомощи к склонен к организации в общественных ну к организации в обществе к связи с другими людьми и постанархисты они не говорят что нет наоборот человек 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 волк типа там война против всех люди друг друга ненавидят они просто говорят что он высказывание о человеческой природе не эффективны для построения сообщества то есть мы когда мы занимаемся каким-то определением человеческой природы мы опять же вписываем людей в какие-то рамки мы опять же придаем им как какие-то свойства которые не обязательно им должны быть свойственны и вот и опять же как какой-то мере ограничиваем репрессируем человека и поэтому мы вообще не должны обращаться к при рук понятию природы к понятию чему-то что нам присуще само по себе изначально и полностью отбросить это в нашей там политической борьбе или построение общества политической теории отказ от от репрезентации в пользу опыта это наверное самое сильное влияние постструктурализма и наверное самое сложное постструктуралисты очень много говорили о неспособности языка или каких-то лейблов полностью отразить человеческий опыт то есть вот например моя фасилитатор рассказывала о том что он например не не всегда представляется как анархистка и были вопросы типа нужно ли нам какое-то другое слово проблема в том что все слова все лейблы которые мы используем они уже несут за собой какой-то образ да какое-то значение которое не всегда подвластно нам на которое мы не можем влиять и пост анархисты по структуралисты говорили о том что язык не способен полностью репрезентировать человеческий опыт и поэтому мы мы должны больше внимания обращать на не на какие-то объединения в общество не на какие-то лейблы которые там я беларусь я там не знаю коммунист еще что-то а на личный опыт конкретных людей конкретных сообществ и чем отличается еще пост анархизм от классического например анархизма это то что власть анализировалась не только например в как государство или как капитализм она также анализировалась каких-то общественных институтах например языке культуре производстве знания и так далее пост структуралисты использовали такой термин как дискурсивная власть дискурсивная власть это какие-то нормы которые создаются просто из-за того что вы существуете в обществе вот лера уже по-моему говорила об этом что в любом случае даже там при анархо-коммунизме когда мы все будем свободны будут создаваться какие-то общественные нормы которые будут управлять как бы вашим поведением и опытом проживания в этом мире и от них не сбежишь если вы живете в обществе и пост анархизм как бы обращает наше внимание на это и говорит просто что он не говорит что типа давайте избавимся от них всех потому что это невозможно но он как бы говорит о том что опять же нужно критиковать эти нормы и понимать кто создает там определенные языки или термины которые мы используем кто производит знания почему например университеты и академики считаются ну как бы источниками знания они например опыт коренных народов которые жили там где-нибудь в канаде и которых после этого колонизировали и их например фолк какие-то сказки еще что-то или то как они взаимодействуют с природой и землей не считаются например знанием вот и собственно пост на архизм говорит о том что да нужно подвергать такие системы критики анархопривативизм это направление которое говорит о том что неравенство иерархия появилась в результате неолитической революции то есть наркопривод митивисты считают что собиратели и охотники когда общество состояло из номадических кочевических групп которых ходили собиратели и охотники в этот момент в обществе не существовало иерархии люди как бы там не было мне патриархата не там как какой-то экономического неравенства не экологического неравенства все были равны но как только начало люди начали заниматься сельским хозяйством начала появляться частная частная собственность у кого-то было больше зерна у кого-то меньше зерна и в результате этого появилась иерархия они анархопримитивисты выступают против цивилизации против общественных институтов и говорят они все говорят нужно уточнить что это скорее опять же академическая теория то есть мало мало кто из анархопримитивистов призывает снова становиться охотниками или собирателями и жить в кочевнических группах хотя некоторые призывают вот и они скорее критикуют цивилизацию критикуют наше общество как не свободное в результате вот разделение труда в результате индустриализации в результате имущественного неравенства и они как бы говорят о том что раньше было лучше вот они проблематизируют разделение труда то есть они говорят о том что вот в нашем современном обществе ты можешь либо не знаю делать обувь на заводе либо там программировать программы какие-то и они критикуют это они говорят что это источник опять же неравенство и считаю что было бы лучше если бы все люди как бы занимались примерно одним и тем же ну точнее не примерно одним и тем же а чтобы не было каких-то не было профессионализации труда то есть чтобы люди могли заниматься разными профессиями и имели разные навыки в обществе они также критикуют индустриализацию они считают что индустриализация всегда несет за собой колониализм и эксплуатацию потому что индустриализация связана обычно с захватом земли чтобы в результате этого захвата получить какие-то невосполняемые ресурсы например ценные металлы или руду или еще что-то и и поэтому она всегда связана с насильственным выселением людей с этой земли с колонизацией с эксплуатацией этих людей с экономической эксплуатацией для получения этих ценных металлов и так далее а надо сказать что не все примитивисты выступали против определил всех технологий полностью вот но среди них также есть позиция что мы должны отказаться от использования технологий поскольку производства этих технологий в любом случае эксплуатационно простите получается она купить примитивизм он же не отрицает социал дарвинизм то есть основные говорят и выживание сильнейшего ну да то есть получается ты маленькая племя собирателей охотников ты не поймал оленя и кривой к своему обществу своему тоже не нужен ну как бы я думаю анархопримитивисты предполагают что твое маленькое сообщество будет забыться тебе если например ты там человек с инвалидностью и так далее вот сейчас в нашем обществе нет ресурсов помогать всем и кто-то умирает от голода ну то есть это но как бы опять же это ну это больше именно теоретическая модель они то что действительно предполагает кого-то практической организации общества это скорее интересная призма для того чтобы думать о том какие проблемы сейчас у нас есть в обществе которые нуждаются в решении но они не предлагают этого решения они скорее задают вопрос мне кажется сама представка анарха в этом случае решает то что сообщество будет заботиться это уже как будто бы отрицает социал дарвинизм если мы смотрим на ну типа на социал дарвинизм с точки зрения кропоткина то сила общества как бы в том что она заботится от своих членов то есть социал дарвинизм не предполагает войну против всех или там чтобы живет сильнейший но или как сейчас там во многих индийских там племенах старики просто уплывают на льдине типа такой социальный суицид ну как бы чтобы не применю и для них это ок да то есть типа мы на это смотрим да и тогда это было нормально потому что и все на это как будто бы были согласны это было нормальное общественное действие вот еще важно здесь сказать что насколько я помню сами же примитивисты говорят что для того чтобы люди выживали но при таком предложение которое они говорят всего лишь 500 тысяч человек на всей планете ой 500 миллионов то есть полмиллиарда человек если будет на планете тогда они будут способны вот этим собирательством выживать а больше больше не планета не сможет поддерживать что есть разные пояса климатические прочее где ты не можешь приезжать поэтому ну здесь еще такой вопрос что делать с остальными людьми да у анархопримитивистов есть еще идея вот что когда случилась неолитическая революция люди вышли из климатических зон условно которые им подходили для естественного существования в этом золотом веке и как бы поэтому тоже они говорят что лучше бы они в этих климатических зонах и оставались так сейчас будет три направления которые отличаются в основном по объекту борьбы или объекту анализа скорее и первый из них это зеленый анархизм зеленый анархизм это не анархопримитивизм зеленый анархизм выступает как он выбирает основным объектом условно угнетение или то о чем нам надо позаботиться в первую очередь это эксплуатация природы зеленый анархизм говорит о том что современная система то как наше общество устроено зависит от эксплуатации природы и мы разрушаем собственно планету на которой живем поэтому эта система не жизнеспособна но также зеленый анархизм как бы распространяет те свободы которые анархизм обычно дает человеку то есть свобода от угнетения на природу на животных на растения и в принципе на всю экосистему нашу вот зеленые анархисты также критикую технологии потому что говорят о том что их производство связано с эксплуатация природы и они критикуют концепцию капиталистического прогресса который который заключается в том что постоянно нужно развитие постоянно нужен рост постоянно нужен там условно прирост ввп производства большего количества вещей развитие экономики они говорят о том что это развитие часто идет в ущерб экологии в ущерб планеты и поэтому она опять же не жизненно способна какие варианты пред предлагают зеленые анархисты ну зеленые анархисты они как бы не говорят о том как произойдет революция я думаю они в этом совпадаются условно социальными анархистами вот но организацию общества после революции они предполагают уже как небольшие эко селения которые будут жить в гармонии с природой то есть они будут эксплуатировать с природой а скорее взаимодействовать они также предполагают какой-то откат уровня жизни условно мы не будем потребляет так много электроэнергии и мы не будем так и например не у всех будут автомобили в этом обществе но это будет происходить за счет того что как бы экология будет в порядке но как анархисты как зеленые анархисты как бы не придерживаются избирательной демократии нет что они делают плохо потому что они гринвошит капитализм и говорят о том что с природой нужно просто чуть-чуть помягче быть тогда как эко анархисты говорят о том что это вообще изменение социальных отношений вообще отношения к природе как к тому что ты то есть весь антропоцентризм вообще критикуются тогда как ну в основном все экологические организации либеральные они ну им достаточно будет чтобы капиталист остался только в чуть-чуть меньшем масштабе и как бы чуть-чуть на 20 лет продлил не знаю наше существование для зеленого анархизма очень актуально такое направление как глубинная экология которая говорит о том что мы все взаимосвязаны и мы все равны ну то есть человек не живет в домике природы и пользуются ее ресурсами и поэтому надо сохранять землю потому что эти по тогда наш домик будет разрушен он говорит о том что у всех существ у всех как бы видов видов да ну и не только видов это относится к растениям там например камням даже морям океанам у них у всех есть право на то чтобы не быть эксплуатированными и мы должны искать такой способ с ними взаимодействия где они ну как бы мы не будем относиться к ним как ресурсом и подвергается их эксплуатации вот ну я думаю они предполагают я не могу представить модель общества но в таком случае но окей откат ну допустим чисто теоретически хорошо но дальнейшее существование окей коммуны я понимаю зеленые коммуны даже чисто теоретически могу это представить хорошо но а дальше ну то есть они не отказываются например от производства лекарств но они отказываются от производства лекарства на огромном промышленном уровне которые сейчас происходят то есть не говорят о том что как бы то как действует капитализм капиталистическая система любая система производства сейчас капитализме несовместима она с нормальным экологическим существованием ну типа с планеты ну как бы к тому к твоему тогда вопросу любая экологическая партия или там вот эти все собрания саммиты политиков которые говорят что нам надо перестать использовать электроэнергию или там поставить какое-то значение ограничивающие на выхлопы и так далее все это критикуются зеленым анархизм и потому что сама логика капитализма предполагает постоянно производства по столя по старинное как бы увеличение мощности и потребление постоянно потребление без которого капитализм просто не может существовать то есть он завязан на производстве и потреблений и и зеленый анархизм говорит о том что как бы это разрушает в принципе экологию планету это только теоретическое направление или есть какие-то известные организации есть организации я думаю есть анархические организации которые используют прямое действие для того чтобы бороться против условно там вырубки лесов или эксплуатации животных а одно из них самое известное это и фронт освобождение земли и фронт освобождение животных чем критика технологии зеленых анархистов отличается от критики технологии лудитов лудиты но нас я не нас не супер хорошо знаю типа современный лудизм но когда он появился тогда восемнадцатом веке насколько я понимаю лудит и критиковали технологии в первую очередь за то что те условно заменяют трудовые как бы мощности людей и вы отбирают у них рабочие места то есть зеленые анархисты как бы они как анархисты и которые чаще всего относят себя к социальному анархизму тогда тоже выступают против наемного труда ты для них это немного не актуальный вопрос кто там будет получать деньги или работать принципе технологию которые освобождают человека от труда они не отрицают если это технология вместо человека не начинает эксплуатировать нечеловеческих субъектов то нет анархофеминизм это направление анархизма или феминизма как посмотреть для которого главный объект анализа власти это патриархат анархофеминизм говорит о том что власть мужского над женским это одна из важных как бы систем угнетения которая опять же реализуется очень часто через государства или через капиталистические системы и является еще одной системой угнетения от которой нам надо избавиться а среди анархофеминисток есть теоретикесы которые говорят о том что сама маскулинность то есть образ мужественности который у нас есть в обществе сам по себе уже авторитарен потому что с мужественностью часто ассоциируются такие качества как захват борьба конкуренция агрессия и они говорят о том что мужественность или маскулинность как концепт сам по себе очень хорошо встраивается в авторитарное государство в свою очередь феминность и такие ценности которые с феминностью ассоциируются как забота взаимопомощь там внимательность друг другу нежность и так далее они антиавторитарно по своей сути на лице интриги и хитрость они тоже к феминным власть относятся ну да это правда манипуляции тогда как вы как тоже как проявление власти но я не фанатка типа этого мнения потому что опять же она мне кажется очень эссенциалистским то есть мы заявляем что какие-то качества автоматически присущи каком-то гендеру или полу я не согласна с этим вот еще одно большое достижение достижение анархофеминистов от которым уже упоминала мая софлиститаторка это критика репродуктивного труда и вообще в обведении этого термина репродуктивный труд это труд который позволяет обеспечивать производство то есть производство это как бы производственный труд этот тот который мы все знаем там кто-то идет на завод работает там из него получается продукты он продается на рынке репродуктивный труд это труд который обеспечивает то что кто-то пойдет на завод и сможет продавать свой труд и свое время на заводе то есть это рождение детей собственно создание людей для того чтобы они работали это кормление одевание там влашка одежды и так далее все чем занимаются женщины традиционно в нашем обществе и они анархофеминистки обращают внимание что как бы это тоже труд которым кто-то занимается и от которого тоже нужно как бы эмансипировать или которые тоже нужно как бы как бы обращать на него внимание и критиковать и они говорят о том почему во первых репродуктивным трудом занимаются только женщины давайте все разделять и они также говорят о том что участие женщины в этом труде позволяет капитализму работать потому что когда условно в традиционной семье которые наверное сейчас уже меньше намного когда женщины обеспечивают еду обеспечивают все естественные потребности мужчины у мужчины появляется возможность идти на завод и уделять больше времени там и продуктивному труду который позволяет капитализму работать вот сейчас я хочу заметить что репродуктивный труд часто как бы тоже продается то есть эти дела уже выполняются не женами например а наемными работницами но до сих пор этот труд очень часто феминизирован то есть его до сих пор выполняют часто женщины просто это не твоя жена а уборщица или няня и или еще какая-то женщина которая приходит и он также часто очень расселизирован потому что труд часто выполняют мигранты и трудовые мигранты из других стран мигрантки точнее даже вот также на хаффе низкие критиковали традиционный концепт семьи и брака про брак они говорили что это неравный союз потому что у мужчин и в браке обычно больше власти ну это эта критика как бы была высказана скорее в двадцатом веке эмма гольдман много об этом писала и вальтерина деклер вот и они говорили что брак обычно для женщины это не свобода в которой она опять же занимается трудом бесплатным репродуктивным и оказывается в ситуации где не может принимать собственных решений и я не критиковали традиционный концепт семьи как опять же часть репродуктивного труда женщины это воспитание детей и они критиковали то что этим занимаются только только женщины современные кстати анархо-феминистки часто предлагаю предлагают другие способы реализации семьи или реализации воспитания детей например воспитание детей можно было бы передавать комудом при анархо коммунизме чтобы у родителей словно было больше времени включаться в общество вот и также анархо-феминистки выступали за не иерархическое воспитание образования то есть это признание того что у детей тоже есть своя субъектность которую родители не должны нарушать своя автономность и не иерархическое образование она говорила о том что фигура учителя или учительницы или человек который передает знания не должна наделяться какой-то властью то есть вот то что я вам сейчас передаю какое-то знание это не значит что по идее они бы сказали это не должно значить что у меня условно больше власти чем у вас и например ваш жизненный опыт имеет меньшее значение по сравнению с теорией которую я прочитала в книжках и сейчас вам рассказываю да кстати я забыла об этом упомянуть анархо-феминизм появился одновременно как бы в ответ и на анархизм и на феминизм который был мейнстримным на тот момент который остается в принципе мейнстримный сейчас с одной стороны анархо-феминистки критикуют либеральных феминисток или на тот момент они критиковали суфражисток потому что те хотят избавиться от патриархата средствами например избирательной демократии или там изменяя общественные нормы при капитализме что типа давайте женщины будет получать столько же как и мужчины хотя при этом все равно остается ситуация угнетения где женщины очень часто угнетаются потому что ну как бы женщины часто выполняют работу наименее плачевому которая включает репродуктивный труд уборщицы и так далее вот с другой стороны почему например мухерас-либерас появились которые их часто тоже записывают в анархо-феминистки или и почему появлялись отдельные анархо-феминистки и группы потому что в двадцатом веке очень часто анархистские группы какие-то это уже как бы на практике хотя и они говорили о том что они против любых огнетений и против там за равенство и за все хорошее они все равно воспроизводили какие-то патриархальные принципы в своем как бы в своем существовании в своих действиях гендерные роли нас так как бы принуждают что часто мы можем реализовывать какие-то патриархальные например действия на практике даже не понимая например там есть исследование о том что в в аудиториях женщины чаще более редко высказываются чем мужчины а а или там ну я не знаю женщинам менее готовы постоять за себя менее готовы опять же высказывать свое мнение и так далее и очень часто женщины в анархистских группах конкретных организациях чувствовали что у них нет голоса они не представлены им не дают высказываться также это могли быть какие-то моменты где например сексуализированное насилие над женщинами не обсуждалось но оно происходило и поэтому как бы анархофеминистки появились в результате того что вот они хотели обратить внимание на патриархат и особо подчеркнуть ну как бы роль патриархата в системе угнетения мне кажется в СНГ нельзя говорить о том что у нас прям чисто такой патриархат даже есть анекдот про том что большинство людей в Советском Союзе воспитаны однополыми парами мамы и бабушки вот и в школе все учителя в основном женщины и сформировалась какая-то такая ментальность у нас даже ОМОНовцы могут там мужчину сильно выизбить а если бабка на них какая-то накричит то они как-то не могут ничего сделать потому что у них какой-то блок внутренний стоит есть ли вот эти менталитет что мужчина должен там женщина как бы не обязана работать а мужчина должен быть эксплуатируем и работать так это и есть патриархат ну 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 это вопрос про структурный патриархат да типа мы можем столько угодно говорить про кричащих учить и учительниц там бьющих мальчиков о стену о доску там угнетающих их и бабушек и прочее но все эти люди не находятся у власти последние сколько тысяч лет то есть и и не на и скорее всего не будут находиться у власти да вот и это бесконечное просто как бы перетирание того что там ну как сказать вот этот вот вагинокапитализм да и прочее да то что мы кто-то там кому-то должен так это и есть патриархат да то есть как раз таки анархофеминистки говорят о том что они не освобождают женщина не освобождают всех да от того что ты что-то кому-то должен должен женщине как мужчина как и как личность которая наделена не знаю по каким-то половыми признаками другими нежели я вот и ну собственно это об этом ну и к мужчинам в патриархате например больше требований или чаще готовы применять насилие или агрессию потому что мужчину считывают как субъект равный тебе другие мужчины с которым типа можно спорить можно конкурировать можно сражаться или так далее а женщина скорее как объект который ну как бы не имеет собственной автономности и поэтому зачем там от нее чего-то ждать или как бы с ней пытаться как-то конкурировать или сражаться не знаю но как бы гендерные роли в обществе существуют в любом случае даже если у нас условно сейчас 21 век и женщины не должны сидеть дома не исключены из публичной жизни а все равно у нас есть представление о том что женщины себя ведут или живут определенным образом у них есть определенный опыт у мужчин есть определенный опыт и анархофеминистки в какой-то мере сражаются против этого но как объяснить анархофеминистки скорее выступают за критику типа вот этих ролей но они например не выступают за то что за отказ от категории женщины потому что если бы они отказались от этой категории и бы ну как бы у них не было бы уже объекта для анализа анархизм как раз за это и выступает в общем анархофеминистки сражается впору против патриархата мир анархизм это довольно новое течение которая объектом анализа выбирает нормы гендера и сексуальности то есть если анархофеминизм условно сразу сражается за то чтобы женщины не должны были воспитывать детей то квир анархизм сражается за то чтобы категории женщины или мужчины вообще перестали существовать чтобы мы перестали определять людей записывать их какие-то коробочки и роли основываясь на их гениталиях на их поле и как бы также выступает за отказ от каких-то сексуальных идентичностей квир анархизм появился из движения за права гомосексуальных людей он появился в 60-х годах ну можно сказать зачатки были в 60-х он сам появился позже вот и значит здесь нужно немножко рассказать про несколько позиций значит есть среди там квир сообщества лгбт сообщества позиция о том что мы просто хотим быть такой же частью общества как вы мы хотим быть приняты условно там есть геи есть лесбиянки есть гето сексуальные люди и это просто вариации и все должны быть как бы иметь равные права квир люди и квир анархисты в том числе как бы люди которые придерживаются там квир теории квир позиций считают что сам сами нормы сами эти идентичности сформированы искусственно с помощью власти с помощью государственной власти часто и призывают в принципе отказываться от какой-либо идентичности для квир анархистов это как бы эти идентичности которые отстраиваются от гендера и сексуальности то есть от того что вы себя определяете там как мужчина женщина или может там небинарный человек и от того как вы определяете свою сексуальную ориентацию но в принципе это можно например приносить и на нацию культуру и так далее вот и квир анархисты говорят о том что вот эти роли они навязаны нам обществом и часто реализуются через государство и они сами по себе тоже репрессивны они нас ограничивают в этом они как бы очень близки к анархоиндивидуалистам например потому что они опять же говорят каких-то общественных нормах это которые нас ограничивают вот и они говорят что только в анархическом обществе можно избавиться от этих категорий и как бы быть полностью свободными они также борются с розовым капитализмом я немножко об этом говорила уже там pink wash и green wash и когда мы упоминали это когда компании или какие-то организации в рамках капитализма заявляют что они борются за права человека и например розовый капитализм это когда компании борются за права женщин или не гетеросексуальных людей вот queer анархизм утверждает что капитализм это одна из систем угнетения не гетеросексуальных людей как бы эта система которая создала образ нуклеарной семьи ядерной семьи где есть мама папа папа ходят на работу мама занимается там детьми и домом и эта семья очень удобно встраивается в производственный процесс о чем я говорила уже про репродуктивный труд когда говорила вот и queer анархисты как бы говорят что от этих вот всех категорий надо отказаться и как бы в результате борьбы с капитализмом в результате анархического общества эти категории исчезнут вот можно много читать но мы перечислили какие-то просто основных людей которые написали что-то из чего вы можете понять что такое то есть первые там идут Альфреда Банана манифест заговора огненных ячеек это вот повстанцы Бакунин понятно коллективизм Кропоткин коммунизм Рудель Фрокер это синдикализм вот у нас есть платформа да есть прям текст который предлагали Махной Аршинов постанархизм Мюррей Букчин это вот яркий представитель эко-нархизма зеленого анархизма анархофеминизм содержание происхождения термина там без аптеки статья